Третий вопрос, который будет задан тебе в могиле. Кто пророк этой умы? Мухаммад, это сын Мухаммад. Сын Абдуллах. Сын Абдульмутталиб. Возвращается к Ибрахиму. Сколько прожил он? 63 года прожил пророк. Сорок лет до пророчества. 23 года пророком и посланником. Он пророк или посланник? Он и пророк, и посланник. Кому он был отправлен? Только к арабам. Пророк Алей Саратов был послан к джиннам и людям, абсолютно ко всем. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Это значит, что каждый человек, до которого дошел пророческий призыв, что он, если не последовал за ним, то это человек неверующий. Будь то христианин, иудей, огнепоклонник и так далее. Потому что если человек действительно следует тому, на чем был Моисей, на чем был Иисус и так далее, то он обязан веровать в Мухаммада, алей салату ассалам. Телефон? Вوجод? Айфон? Нет. Ма ша Аллах. Саза ка Аллаху хайра. Ба аденна тапаса. Ма ша Аллах. Ан-Наби салаллаху алейху асалам. Пророк алейху асалалату асалам. Пророк алейху асалалату асалам был послан абсолютно ко всем людям. К людям и джинам. Теперь вопрос. Религия наша, ислам, она полноценная или же можно еще что-то добавить, доработать ее? Камель? Камель. А если кто-то придет и скажет, что ко мне пророк алейху асалам пришел во сне и сказал, скажи братьям своим, чтобы собрались и 20 ракатов ночью сегодня читать. Мы скажем, что это не религия, если каждый сейчас будет видеть сон и говорить, что вот я видел то-то, то-то, это не религия. Если ты увидел что-то во сне, что соответствует шариату, то можно как бы в этом есть, можно сказать, успокоение. То есть мы как бы надеемся на благо, но не совершаем деяния по причине того, что мы увидели во сне. К чему призывал пророк алейху асалам? То есть нужно обязательно знать, к чему призывал пророк алейху асалам, чтобы мы призывали пророк алейху асалам. Умер ли пророк, алейхиссарату ассаляму? Пророк, алейхиссарату ассаляму, когда хоронили его с подвижницей, он был живой или мертвый? Поэтому единогласное мнение ученых этой общины, что посланник, алейхиссарату ассаляму, человек, и он смертен, и он умер. И просим Всевышнего, алейхиссарату ассаляму, собрать нас вместе с пророком, алейхиссаратсом, в высших садах раев. Пророк, алейхиссаратсом, разъяснил он эту религию или нет? Или же есть какие-то еще вещи, которые он не до конца разъяснил? То есть очень понятна эта религия. То есть нам осталось только следовать.